Привет моим девочкам, гостям моего канала. Если вы попали на мой канал впервые, то в этом ролике я расскажу вам про отдых в Шарм-эль-Шейхе, это Египет, и сама я из Украины. Лететь с Украины до Египта 3,5 часа, летели мы всей семьёй, я, муж и двое деток, дочери 11 лет и сыну 2,4. Сын летел впервые, обычно мы его брали с собой, он путешествовал по Украине, тоже ездили на море и вообще на большие расстояния по Украине. Он нормально переносит дорогу, он привыкший, в основном с рождения он у меня был в автокресле, поэтому не было проблемой. Но в самолёт мы его не брали до двух лет, потому что как-то, ну не знаю, побаивались, но зря. Зря, наверное, детки все разные, и в этом видео я расскажу наш перелёт, какой он был, он у нас был ночной. Также я вам расскажу про сам отель, про отдых с ребёнком, потому что в Инстаграм у меня спрашивали, и ну вообще, как вообще отдыхается. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Первое, с чего начну, это с перелёта. Мы летели всей семьёй, как я уже сказала, и перелёт у нас был ночной. В 2 часа 50 минут у нас был самолёт. За 2 часа мы приехали в аэропорт, но проблема была в том, что перед отпуском вся семья наша заболела, кроме нашего папы. И у нас не было возможности отказаться от тура, иначе сгорели деньги. Вот. Заболели мы простудой, может быть, даже вирусной, ну каким-то вирусом именно ОРВИ, потому что таблетки особо и не помогали. Но врачи сказали, что всё равно надо ехать, что море вылечит, морской воздух вылечит. Ну и действительно так и произошло. Но не сразу. Не сразу, потому что мы полетели как бы заболевшей, и у малыша в самолёте была температура 38. Сбить я её ничем не могла, потому что температура 38, а не 38,5. И вот он где-то за час до приземления, он начал плакать. То есть ночь, люди спят, он хнычит. Я переживаю, что оно начнёт расти, а лекарства у меня все. То есть у меня есть предыдущий влог, где я рассказывала, что я беру с собой. И все лекарства у меня были в чемодане, то есть в багаже, с собой не было ничего. Очень переживала. Для меня это был такой вообще очень-очень-очень момент стрессовый. Но, слава Богу, когда мы начали приземляться, температура начала спадать до 37,5, потом 37. И когда мы приехали в отель, а до отеля у нас было где-то полчаса, температура спала, он уже был в хорошем состоянии, бегал, почти всю ночь не спал, вечером он тоже не спал, то есть ребёнок сутки почти не спал. И когда мы приехали, приехали в отель в 8 утра, нас заселили сразу же. Отель сам по себе небольшой, и он был полупустой, поэтому заселение произошло сразу. Мы все легли спать. Мы легли где-то в полдевятого и проснулись в полпятого, то есть мы почти целый день проспали. Малыша я всё равно отпаивала здесь чаями. Тут, кстати, есть чай с ромашкой. И мы вот на протяжении всего отдыха, вот 7 дней сколько мы здесь, а приехали мы на 2 недели, я его отпаивала ромашкой. И, в принципе, мы все пили ромашку. Лекарств уже никаких я не давала, кроме сиропа от кашля. Сухая микстура врач нам прописал, и вот Димит пил. Доминика здесь не пила никаких лекарств, у неё тоже был кашель сухой, и он тоже прошёл. Буквально через 3-4 дня дети просто перестали кашлять. И действительно морской воздух, он помог. Когда мы приехали, мы не могли, конечно же, привыкнуть. После холода в тепло нам всё равно было прохладно. То есть люди лежат, загорают, а нам как-то холодно, мы ходили одеты. Это были первые 2 дня, мы ещё поехали на экскурсию. Я всё равно детей ещё кутала, не сильно, но, как бы, можно сказать, кутала. Сейчас, во-первых, погода очень радует. Ветерок бывает, но он тёпленький, все загорают. На море уже купались, кроме Дёмы. Все купались, кроме Дёмы. Мы его только мочим, ему ножки, то есть его самого мочим сразу в одеяльце. Я взяла с собой махровый халат ему, это очень удобно. Здесь два бассейна с подогревом, то есть один для взрослых и один, как говорится, лягушатник. Он для деток. И это, в принципе, очень удобно, потому что для деток есть такое ограждение, и ветер не задувает, и, в принципе, детям безопасности. Плюс сам отель небольшой, и он мне нравится. Мне нравится здесь обслуживание, сервис и отсутствие людей. Людей очень мало. Когда мы только приехали, было много местных, мусульман, и было мне слегка некомфортно, например, лежать, загорать, они все одеты, а я раздетая. Но я понимаю, что это как бы у них своя религия, у меня своя. Прошло буквально три дня или четыре, они уехали, у них закончились каникулы. То есть это был период каникул. У них закончились каникулы, они уехали, и отель стал вообще пустой. Очень мало наших славян. С России ребят я еще не встречала, хотя летят через Турцию. Вот, и в основном все это Украина, все ребята с Украины. Видела еще Германия, и двое, парочка была с Грузии. Вот сейчас они тут все отдыхают. Места много, лежаков много, столовой людей нет. И для меня это просто огромный кайф. Как здесь будет летом, я не знаю, но я бы сюда вернулась. То есть этот отель я рекомендую. По поводу пляжа. Пляж тоже хороший, но идет сначала мелкая для детворы. Иметь обязательно обувь. Жесткая подошва, потому что тут есть всякая живность, которая может сделать не очень хорошо. Особенно для деток, да и для взрослых тоже. Поэтому обязательно специальная обувь. Демки мы здесь купили, потому что для него, я из Киева не брала, он уже вырос со своей летней. Но лучше купить дома, потому что здесь, конечно, завышают цены. То, что мы можем купить, например, детскую обувь, сланцы какие-то за одну цену дома, здесь гораздо все дороже. По поводу алкоголя. Мы не брали с собой ничего, но если вы, например, пьете, то лучше всего привезти с Дютифри. Если у вас есть вопросы, вы в комментариях мне напишите, я вам отвечу. И еще по поводу этого отеля. Этот отель находится, можно сказать, на хвостике, где дуют ветра. Ну, это вот я узнала буквально вчера. И есть в Шарме отели, где как бы они в бухте. Этот вопрос я еще уточню, но вы у своего оператора, если будете лететь, узнаете. Потому что есть 4 в Шарме-эль-Шейхе района. И вот надо узнать, в каком районе отели есть в бухте. Просто будет безветренно. Так, что еще вам рассказать? Ну, я уже сказала, если что, пишите. А сейчас я вам просто покажу отель чуть-чуть и покажу, как мы вообще отдыхаем. И, кстати, по поводу номера. Здесь за дополнительную плату можно было взять двухкомнатный номер. Но так как у нас дети болели, кашляли, я боялась, что будет опять температура. У нас, кстати, лезет у Демки зубик совсем коренной. И думаю, что еще от этого температура могла быть. Но по поводу номера. Я, муж, сказала, не надо нам двухкомнатный. Потому что обычно мы всегда брали двухкомнатный. Всегда. И не надо брать это дома. Ну, то есть у оператора двухкомнатный номер. Там, family room. Достаточно здесь заплатить там 50-100 долларов. И на весь период у вас будет двухкомнатный удобный номер. Но, аж говорю, мы, чтобы детки были все время с нами и ночью, чтобы не переживать, мы взяли просто обычный стандартный номер с красивым видом на море. Вот вроде бы и все. Мне кажется, в Египте уже был каждый, поэтому рассказывать особо-то и нечего. Каждый отель почти одинаковый. Отличается только, наверное, сервисом. С сервисом, номерами, годами. Вот, то есть, когда делали реконструкцию, когда построили этот отель. Это, кстати, свеженький отель. Мне здесь нравятся пляжные полотенца. Они не замызганные, не старые. Они новенькие, аж хрустят. Ну, в общем, отель по уровню очень неплохой. Хоть, я же говорю, и небольшой. Может быть, конечно, все изменится, когда будет летний период. И людей будет наплыв большой, большое количество. Кстати, еще по поводу питания. Я забыла сказать. Питание мне здесь тоже очень нравится. По сравнению, в каких отелях я была, я была в многих отелях в Египте. Потому что это считается самым недорогим отдыхом. Лететь недалеко и недорого. Красивое море. Вот. Поэтому, в принципе, ну, часто летаем. Раз в год точно. Питание здесь хорошее. Бывает такое, что они прям приправу, ну, переизбыток приправ. Но вот малышу, например, мы дополнительно ничего не брали. Здесь есть магазины, есть, например, баночное питание, есть всякие коробочки. То есть, в принципе, можно, если ваш ребенок откажется от местной пищи. Но здесь есть и картошка, здесь есть макароны, здесь есть каши овсяные, молоко. Поэтому, в принципе, брать с собой, например, если вашему ребенку два года, ну, я думаю, не стоит. Если годик, то, конечно же, это уже отдельное питание. Но здесь, что хорошо, можно всегда договориться и про блендерят. И вообще, сервис очень хороший, официанты очень классные. И они работают не только за чаевые, хотя, ну, для них чаевые, это, наверное, основной заработок, потому что тут очень низкие зарплаты. Вот. Есть вообще хорошие такие официанты, с которыми можно, они хорошо говорят по-русски, с ними можно поговорить. И вот мы вечерами, нам специально один официант оставляет столик, мы всегда там кушаем, тут детские стульчики есть. И, знаете, как, ну, все для людей, все очень удобно, все очень комфортно. И вот мы с этим официантом обычно общаемся. Как они работают, где живут, откуда они приехали. Так вырисовывается общая картина, и ты понимаешь, вот, ну, как живут именно египтяне. Ну, как-то так. Кстати, Шарм-эль-Шейху мы ездили на экскурсию. Тут не так много мест, куда можно съездить на экскурсию. И есть старый город, но старый город, он, оказывается, называется, потому что он был первый, первый район. Там нет ничего из достопримечательностей. Там, наоборот, это считается такое, что-то более цыганское. Туда лучше, типа, не ездить, нам так говорят. Но нам хочется съездить, потому что мы такие любители все исследовать. Говорят, что там просто затягивают магазины. Ну, и, как обычно, Наташа. Ну, как обычно они это умеют делать, которые, ну, оно так бесит, если честно. Ну, вот, не люблю, когда настойчивые настолько. Так, об этом рассказала. Экскурсия. У нас была экскурсия. На автобусе собирали еще несколько людей, то есть от нашего туроператора. И неплохая такая экскурсия. Был хороший экскурсовод. Нам понравилось. Мне очень понравилась христианская церковь. И все это вы увидите. Поэтому оставайтесь со мной, а я с вами прощаюсь. И надеюсь, что вы будете писать мне в комментарии вопросы, которые у вас возникнут. Все. Пока-пока.